Девушки отдыхают Готовы его привить. Ты представляешь? Представляю. Не, ну просто не гадя. Хорошо, что этот участковый оказался очень милым парнем. Он просто сделал мне предупреждение. Он сказал, что в следующий раз. Ты меня слышишь или нет? Ты хотела всадить в него кол, но участковый тебя отговорил. А если в следующий раз, то ты... Тебе абсолютно наплевать на мои проблемы. Она ушла. Выходи. По-моему, мне действительно надо съехать, потому что у твоей матери инфаркт будет. Выходи. Елки-моталки. Ты опять забыли? Ведь недавно виделись. Ну, такое вряд ли забудешь. Слишком добрый у нас участковый. Ну, не знаю. Мне понравился. Вежливый. Ага, даже слишком. Но только вам в следующий раз такой срок не сойдет. Причинять вред жизни и здоровью человека, это знаете что? Послушайте, никто не собирался вам ничего причинять. Что вы причитаете, как старая бабка? Послушайте, если вы меня хотели оскорбить, я вам хочу сообщить, что вы этого уже добились. И еще, что вы понимали, что ничего, кроме претензий оскорблений, я почти не слышу. Я к этому привык, потому что это моя работа. Ой, только не надо на жалость давить. Не выйдет. От вашей работы люди, извините, плачут. Чего? Осторожней, молодой человек. Вот заденут, даже не почешутся. Ё-па. Вставай за ним. Ну, надо же. Полина? Вы шли по тротуару или по проезжей части? По тротуару, получается. Откуда двигалась машина? Я не знаю, я же спиной к ней стояла. Оттуда она ехала. А вы кто? Родственник? Мимо проходили? Следил он за мной. И я тут тоже. С какой целью? А вы не спросите? Правильно. А вы почему так выглядите? Так это я в самодеятельности принимаю участие. На репетицию шла. Ну, конечно, это наезд. Да, похоже на то. Ой, да кто бы сомневался. Значит, я кому-то помешала. Ты лучше подумай, из-за кого тебя чуть не переехали. Значит, я близка к истине, мам. Нас всех скоро из-за него прикончат. Ясно одно, что Иван не имеет никакого отношения к убийству Сваровской. Спасибо большое. Федь, достань мне информацию по номеру этой машины. Ну вот, здесь у меня она стояла. Позавчера у меня машину угнали. Ну, пришел с работы, поставил, утром вышел. Нету. Угу. Сигнализация не сработала? Да вообще ни звука не было. Полиции сказали, что профессионал работал. Угу, профессионал. А соседи видели что-нибудь? В ночь, когда угнали, нет. А вот накануне, вот так я не знаю, ну, может, глупость это. Ну, вы рассказывайте это, все может быть полезно. Да сосед мой сказал, что мужик какой-то крутился во дворе. Ну, он от ничего дела спросил. Ну, может, ищет кого помочь надо. А тут улыбнулся. И вежливо так. Спасибо не надо. Так сосед мой говорит, его как ветром унесло от вежливости такой. Типа видал на таких. Такой упакует, как здрасте скажется. А как выглядел этот человек? Да обычный мужик. Ну, лет сорок, наверное. Очки еще темные. Спасибо. Классика жанра. Угон с целью совершения преступления. Никто ничего не видел, не слышал. Правда, в этом рассказе меня что-то зацепило. Что именно? Мысль какая-то мелькнула, не могу вспомнить. Привет, Полина. Примешь гостя? Пришел поделиться радостью. Да, конечно. Может, чаю? Не откажусь. Можно и покрепче. Вот. Тем более, что и повод есть. Мы хорошо продвинулись в деле с Воровской. Все думали, где Иван может прятаться. Наконец, нашли квартиру, где он скрывался. Задержали? Нет. Пока не задержали. Успел сбежать. И, судя по всему, дня два назад. Так что там с чайком? Сейчас, сейчас. Да. Минутку. Квартиру мы, конечно, проверили на присутствие других лиц. И ты знаешь, были другие лица. Да. То есть, одно лицо женское. Ну, так что, интересно еще? Мы пальчики ее сняли, конечно. И вот, как только мы установим личность, сразу выйдем на Ивана. Я так думаю. А ты? Как считаешь? Да не стоит утруждаться. О! Вот он я. Какого дяденьку к нам занесло? Леонид Борисович, подождите, там все не так просто. Хорошо, допустим, допустим, это он убил Сваровского. Но зачем ему самого себя травить? Его же накачали. Это очевидно. У меня даже заключение есть. Ой, Шестопалова. Потом, потом принесешь. Ну, нам, нам пора. только что задержан сотрудник следственного комитета Иван Лагин, подозреваемый в убийстве Валерии Сваровской. Так закончилась романтическая история любви сыщика и женщины, подозреваемой в участии в грабежах квартир. Гена, я все еще жду данные на Сваровскую, на ограбление, с которым она связана. Где они? Какие проблемы, Ген? Нет, не эта твоя проблема. Твоя проблема в том, что Ивана арестовали. Да, именно поэтому мне нужны эти данные как можно скорее. Ваню вытаскивать нужно. Вот, так бы сразу. Когда? Хорошо, жду. Спасибо. Анекдот. Буратино получил срок. Прокурор говорит, наконец-то я посадил дерево. Очень смешно. Ты даже не улыбнулся. А я внутри себя смеюсь. Художник обидеть может каждый. Пошли. Чего ты в старых делах копаешься? Новое что ли что-то открылось? Нет, я просто переучет веду. Ну, смотри, работу себе нашел. Идешь обедать, нет? Олег, сходи сам пообедай. Смотри, язву заработаешь. Я выяснил, что среди потерпевших была некая Грибанова, владелица небольшого банка. Она занималась обналичкой денег. Бизнесом, как понимаешь, не совсем законным. И ее... Ограбили? Да, ее ограбили. А выяснилось, это когда ее зацепили на обналичке. Терять ей было уже нечего, и она рассказала об этом следствии. Правда, Сваровскую она не знала и грабителей не видела. Зато она знала других ограбленных, которые заявления не подавали. Она заключила сделку со следствием, отделалась небольшим сроком и сейчас на свободе. Дама, мало сказать, решительная, горит желанием отомстить тем, кто ее обобрал. Да, вот ее фотография и адрес. Мучай ее, а не меня. Спасибо, Ген. дочь помог. Вы все врете, вы из полиции. У вас на лице написано. В таком случае вы неправильно читаете мое лицо. У меня на нем написано, да, я там работала, но уже очень-очень-очень-очень-очень-очень давно не работаю. Ой, послушайте, бывших ментов не бывает. Господи, где вы все этому понхватались? Все зубы дешищем, полгода там провела. Сочувствую. Слушайте, если вы хотите что-то на меня накопать, то все зря. Я все это уже не рассказывала следователю. Нет, я хочу не этого. Я ищу людей, которые причастны к этим ограблениям. Эти подлецы вынесли все. Значит, абсолютно все. Оставили пустую квартиру. А у меня были картины. Передвижники, авангард, коллекция агитационного фарфора. Я столько времени и сил вложила в свою коллекцию. Все вынесли. Подлецы, попадись они мне. Зачем вы их ищете? Вас тоже ограбили? Нет, нет, меня не ограбили. Я думаю, что эти люди причастны к новым преступлениям. И я очень хочу помочь человеку, которого обвиняют в убийстве. Я уверена, обвиняю вас. Любовь, ясно. Причем с любовь? Я частный детектив. Ой, перестаньте. Вы на месте сидеть не можете. Со себя винтом идете. Частный детектив. Хорошо, я скажу. Я готова помочь каждому, кто их ищет. Короче, есть один человек, очень серьезный. У него свой бар, и он там часто проводит время. В общем, его тоже ограбили, но он не стал заявлять. Он решил найти грабителей сам. А он из тех, кто обид, не прощает и доводит дело до конца. Если кто найдет этих подонков, так это он. КОНЕЦ Леонид Борисович! Малина! И тебе здравствуй! Вы ничего не хотите мне объяснить? Шестопавлов, ты ничего не попутала? Не забыла, с кем разговариваешь? До каких пор за мной будет следовать ваша наружка? Ваню вы уже арестовали. Что вам еще нужно? Заняться больше нечем? Нет, у тебя точно крыша поехала от переживаний. Да никто за тобой не следит. Это у тебя мания преследования. Замей своими нервами, а? Пока зеленые человечки не начали являться. Все, давай, иди. Тебе надо выпить. Валерьянки. Официант! Вы что-то хотели? Да. Я хотела у вас спросить. Вот вы считаете, это карбонара? Вы заказывали? Я помню, что я заказывала. Я вас спрашиваю, это хорошая карбонара? Вам принести что-то другое? Нет. На кухню сходите и скажите вашему шеф-повару, что он готовить не умеет. И менеджера позовите. Что там? Добрый день. Что-то не так? Практически все. Ваш шеф не умеет готовить, ваши официанты не понимают человеческий язык. А что конкретно вас не устраивает? Паста переварена, это раз. Соуса мало, это два. И три. Паста должна быть в соусе, а не соус просто сверху на пасте. Знаете, вы первая, кто высказывает претензии подобного рода. А я уверена, что не последняя. Вообще, позовите хозяина этой забегаловки. Где он? В данный момент его нет. Он в отпуске. За границей. Врете. Меня искать будут. Заткнись, сказал! Я тебе сейчас башку оторву, тебя вообще никто не найдет. Поэтому лучше заткнись! Мне сказали, ты специально устроила скандал. Хотела видеть меня. Чего ты хочешь? Я хочу узнать, кто убил Сваровскую. И у меня есть несколько... Ты разлюхла, что я ищу людей, которые меня обокрали? Ваш копей. Я действительно нашел Сваровскую. Это правда. Она сдала мне несколько подельников, и я их наказал. Этого я тоже отрицать не буду. Но она отказалась называть человека, который стоит за ограблениями. И якобы она вообще его не знает. И тогда вы решили... Отпустить ее на все четыре стороны. Я был уверен, что она выведет меня на организатора. Но он оказался проворнее, убрал я. А зачем вам я? Ты профессионал. Ищи его, а я буду тебя прикрывать. Но при одном условии никогда не называй моего имени. А это ваши люди за мной следят? А за тобой что нас следят? Это ничего. не стоит переживать. И вот еще что. Имей в виду, насколько мне известно, тот, кого ты будешь искать, очень хорошо разбирается в компьютерах и сетях. Федя, посмотришь в сетях Саваровской айтишника. Не знаю, сколько лет, где работает. В переписке, в контактах. Да. Да, прямо сейчас срочно. Конечно. Все, Федь. Подожди. А я знаю, кто это. А я знаю, кто это. Так, так непонятно, как он убийство организовал. Так, Федь, собери мне, пожалуйста, все записи с камеры наблюдения со всех подъездов и дома Ивана. У меня еще одно дело, я скоро приеду. Все, отбой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Машуль, может, тебе сиделку нанять? Ну, а что? Днем ты будешь, а по ночам сиделка пусть приглядывает. Сейчас Полина хочет с тобой поговорить. Машуль, привет! Как дела? У меня все отлично, бегаю. Да, Федя мне очень помогает. Как ты сама. Ну, хорошо. Если что, мы тут, рядом. Обнимаю. Пока. Что с видео? А, да. Видео. У Ивана второй подъезд, а это третий. Получается, что он зашел в подъезд за 20 минут до Сваровской. Так. А сейчас проматываем 48 минут. и выходит раньше, чем Иван. Федя, а что бы ты делал, если бы ты был убийцей, который бы ни за что не хотел бы попасться на камеры наблюдения около подъезда? Я бы зашел в другой подъезд, поднялся на чердак, прошел по крыше и оказался в нужном мне месте. Но обратно сделал бы то же самое. Совершенно верно. Я только что это и сделала. Это работает. Поэтому мы на камере ничего и не увидели. Конечно, потому что все смотрели записи с камер у подъезда Ивана. Я знаю, кто это. Кто? Суммируя всю информацию, которая у нас есть на данный момент, это оперативник раз, айтишник два, человек, который имеет доступ к базам и к документам, три. И мы получаем совершенно верно. Подожди, куда ты? Подожди. Ты одна с ним собираешься встречаться? Нет, давай я с тобой поеду. Ты что? Филечка, я очень ценю твое беспокойство, но я буду встречаться с ним на людях. От тебя мне нужно, чтобы ты слушал и писал нашу встречу. Это очень важно. Добрый день. Ну, а что же вы не здороваетесь? Здравствуйте. Как ваши дела? Знаете, пока вы сюда не переехали, у меня было все прекрасно. Кто старое помянет, как говорится, тому глаз вон. Спасибо огромное вам за пожелания. Это пословица. Я слыхал пословицу и получше. Ну, подождите. Я вам так благодарна. За что это? Вы мою дочь спасли. Если бы не вы. Подождите, какую еще дочь? На нее чуть не наехала машина. А вы спасли. Я вам так благодарна. Вы настоящий мужчина. Какая еще дочь? Это парень был. Вот скажите, что вы за женщина такая? Почему вы все время нарвите меня оскорбить, унизить, поиздеваться? Подождите. Ведьма! Федя, Федя, проверка связи. Ты меня видишь, слышишь? Я тебя слышу, но не вижу. Полин! Полин, камеры выключены. Полин! О, привет, Полин. Привет. Ну и чего, Полин? Какие новости? Все по-старому. Ваня в СИЗО. Я бьюсь, как рыба об лед, чтобы доказать, что он не виновен. Дело в том, что всех людей, которые участвовали в этих ограблениях, уже зачистили. Нашелся человек, который хотел отомстить и отомстил. Таким образом, из всей банды осталась только Сваровская и главарь. В какой-то момент Сваровская поняла, что она является опасным свидетелем. Испугалась. Наверное, она хотела защиты и уже была готова идти в полицию, но не успела. Он ее убрал. И кто он? Кто? Это человек с опытом оперативной и следственной работы, который имел доступ к информации о том, кого стоило бы ограбить. Который знал, как идет расследование. Который помогал грабителям уходить от преследования. Ну так, это же Иван? Нет. Это ты. Ты с ума сошла? Да, Иван отлично подходит под эти требования. Кроме одного, он не эти штук. А этот человек умел отслеживать движения оперативных групп. Мог снимать информацию с видеокамер, при необходимости отключать их. Как сейчас, например, да, Гена? Нашу встречу должны были писать и снимать. Так кто камеры отключил? Иван? Из СИЗО? Слушай, да ты правда рехнулась. Да, я все могу это делать. Только я вашу Сваровскую в глаза не видел. А Иван ее знал хорошо. Гена, я всегда относилась к тебе с симпатией. Мой тебе совет. Иди к Кузовлеву. Он тебя зачтет. А если нет, то ты меня знаешь. Я каждое дело довожу до конца, и это до беду. Да иди-то. Как знаешь. Леонид Борисович, хочу поставить вас в известность, что только что я предъявила обвинение в организации ограбления как минимум одного убийства начальника вашего IT-отдела Геннадия Тарасова. Если со мной что-то случится, я вас предупредила. Геннадия Тарасова. Геннадия Тарасова. Геннадия Тарасова. Геннадия Тарасова. Давай, обойди район. Может, кто чего видел. Ну и как ты оказалась на месте преступления? У нас встреча была в кафе. Деловая? Дружеская? Дружеская. Мы о жизни говорили. Поговорили, Полин. Поговорили, и я пошла. А он шел за тобой. Ну, получается, да. потом я услышала крик. Как это произошло? Полин, я как-то узнал об этом. Так, Олег, подожди. Полин, тебе не кажется, что как-то это все глупо выглядит? Вы сидели, болтали, потом ты пошла, он побежал за тобой и его убили. Какая-то нестыковочка. Говорят, он вообще гнался за тобой. Ничего, даже отвечать не буду. Ты можешь мне не отвечать, а вот Леонида Борисовича слушать придется. Толя, перестань. Завтра она приедет и поговорит с шефом. Ну, куда я сейчас в таком состоянии? В управление, Олег, в управление. При ней был убит наш сотрудник, ты понимаешь? Она же ключевой свидетель. Толя! Все, поезжайте, поезжайте. Олег, он прав, нужно ехать. не могу поверить. Кошмар какой-то. Бред! Да. Его перманул просто классно. и начальником. Просто человеком. Меня как в отставку отправили, он ведь меня к себе взял. И она была хорошим человеком. А чего вы с ним вдруг решили встретиться? Я думала, что он и есть организатор той серии ограблений. Ты что несешь? Что слышал? Ты успел ему это сказать? Да. Генна, Генна. Последнее, что услышал в жизни, что он убийца и вор. Чего-чего, этого он не заслужил. нет. Леонид Борисович, Шестопалова. Если я вам не нужен, я... Останься, присядь. Что произошло после нашего телефонного разговора? Я вышла из кафе, пошла дворами, потом услышала шаги за спиной, потом крик. Обернулась и Гена уже... Он успел тебе так дать? Нет, я же говорю, что я только слушала шаги, его я не видела. То есть ты с ним не разговаривала? Вы меня не слышите? или сами с собой разговариваете? Я же говорю, что я его больше живым не видела. А могло так случиться, что он тебя догнал, и ты в темноте с перепугу ударила его по голове? вы с ума сошли? То есть я пыталась его расколоть, не расколола и убила? Что за чушь? Вы Ваню посадили теперь меня туда же хотите? Чтоб мы через стеночку с ним переступивались? Шестопалова, здесь не царская охранка. Для женщин у нас есть отдельный изолятор. Хорошо, наденьте на меня наручники. Шестопалова, я пытаюсь прикрыть твою задницу. Ты мне полаган устраиваешь. Я задержана? Нет. Пока. Отлично. Хороша я, хороша, да плохонько одета, никто замуж не берет девушку за это. Фу, мне не нравится это ничего. О! Куда это ты собралась? Это мой маленький секрет. С каких пор у тебя появились секреты? С некоторых. И вообще в женщине должна быть тайна. А что это за шарф? Винтажный. В смысле прошлого века? Если ты хочешь унизить мать и напомнить ей о ее возрасте, то тебе это удалось. Я давным-давно купила. Сейчас таких не делают. лолей, Леонид Борисович, это снова я. Нет, мне не в чем сознаваться. Вы будете меня слушать? Я знаю, кто убийца. Он прикидывается, что мало соображает в компьютерах. На самом деле, он хотел казаться глупее, чем есть. Полина, это очень серьезное обвинение. Ты обвиняешь сотрудника управления заслуженного человека. Он убийца, а не заслуженный человек. Я скоро буду у вас. Умная стерва. Ты права. Самое трудное было прикидываться идиотом, что я ничего не соображаю в железе. Ваня сам тебя впустил? Сам, сам. Он ведь тебя другом считал. Иногда друзья становятся поперек дороги. Он не был ни в чем виноват. Такова жизнь. Он когда Саровская тебя увидела в квартире у Ивана, что было? Ее парализовало от страха. Она даже не сопротивлялась. Я все рассказала Кузовлеву. Я знаю. Тебя уже ищут. Мне опоздают на пару минут. Прости. Привет. Так вот из-за кого весь сыр-бор. То есть вы за мной все-таки следили? Конечно. Нет-нет-нет-нет-нет! Оставьте его! Зачем он тебе? Он должен дать показания. Значит, невинный человек пострадает. А мне-то что? я его нашла, значит, мне решать. Забирай. Гуляйте, ребят. Олег, у тебя есть возможность сделать чистосердечное признание. Да. Ты готов? Ну, я так понимаю, что готов. Геннадия-то за что убил? Когда она занялась этим делом, я понял, будут проблемы. Как под Генку рыть начала, ясно стало, край подступил. Ну, Генка же тоже не дурак. Он же понял в один момент, что раз не он организатор этих ограблений, это первый кандидат на это место, я пришлось и его. Да, с Геной я ошиблась. Моя вина. Но я все равно бы до тебя добралась. С какой радости. Леонид Борисович, я случайно подслушала его разговор с кем-то по телефону. И он кому-то обещал перепрошить смартфон. Недавно я вспомнила про этот разговор. И в этот момент я поняла, что он не такой лох, как хотел казаться. Да. Прикидывался ты профессионально. Перепрошивка, да. Это моя ошибка. Облажался. Но это айтишное дело я действительно освоил по первому классу. людям своим помогал от погони уходить, камеры включать, выключать, когда надо. Сваровскую припугнул. А она мне стала наводки давать. Потом решила, дура, что я хочу от нее избавиться. Пришлось и ее. Вот и тут он делает второй ошибок. Но... ты задушил Сваровскую платком своей жены? Да. Она ушла от меня. Семь лет назад какие-то вещи забрала. А платок оставила? Да. Леонид Борисович, помните, я вам говорила, что этот платок не подходит к платю Сваровской? А все дело в том, что таких платков уже не делают. Это старый платок, практически древний. Шостопалова, ты, как всегда, права. Всего не учтешь. Позвонил Маше. Бабушке гораздо лучше. Но она пока не приедет. Так что на следующей неделе поеду к ней. Давайте за бабулю. Да. За бабулю. За бабулю. Долгих лет жизни. Фу. Все. Как хорошо, что этот кошмар наконец закончился. Слава Богу. Спасибо. Слава Богу, никого не посадили. Ну, вернее, одного посадили, но, к счастью, выпустили. Так что, Иван, ты с легким сердцем можешь теперь ехать домой. Все хорошо, что хорошо кончается. Спасибо. Гену только жалко. Да перестань ты. При чем здесь ты? Олег бы рано или поздно все понял. Так что ладно. Ваня, ты Леонид Борисовичу звонил? Угу. По поводу восстановления. Да. Сказал, медкомиссию пройти. Ну, здорово. Съездишь, отдохнешь. Можно я скажу? Я хочу сказать спасибо человеку, благодаря которому я сейчас тут стою, вещаю, разглокольствую. Полин, мы оба знаем, что в нашем профессиональном деле бывают случаи, когда невиновный идет в тюрьму. И... и я бы пошел. Если бы... Если бы не твой ум, не твоя красота... В общем, я, знаешь, о чем подумал? А давай мы... Друзья мои, извините, ради бога, я опаздываю. Мне пора. Мама, а ты куда? В театр. В оперетту. А с кем ты идешь? С Терехиным. С Терехиным? Да, с Терехиным. Но он же тебя спас. Надо как-то отблагодарить человека. А он в курсе? Конечно, он согласился. Ну, вернее, он как-то так странно дернулся и на ламочку сел. Но я уверена, он придет. Придет. Извините, я за сумочкой. Я открою. День добрый. Здравствуйте. Это тебе. Спасибо. Во-первых, хочу поздравить с успехом и с возвращением того, за кого ты так отважно боролась. Во-вторых, поблагодарить за то, что нашла того, кого я так долго и безуспешно искал. Это было наше общее дело? Не совсем. Ты хотела его посадить, я убить. Но мне пришлось уступить твоей просьбе оставить его в живых. Так что за тобой должок. И когда-нибудь я за ним вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok